Мы с тобой теперь люди без определенных занятий. И в этом есть своя прелесть. Вон Глеб идет. Человек простой и задушевный. А ну его к черту. Напрасно. Всем привет, с вами Информ ТВ. Роман о актрисе Людмилы Крыловой и Олега Табакова начинался как сказка, а закончился, к сожалению, как это часто случается, разбитым сердцем. Еще до поступления в театральный институт, молодая девушка пришла на спектакль театра «Современник», где увидела своего будущего мужа и влюбилась без памяти. Она пообещала себе, что однажды с ним обязательно познакомиться. Это произошло через несколько лет на съемках фильма. При этом роман завязался в первый же день. Не помешало даже то, что Крылова на тот момент была не одинока. Ради мужчины своей мечты она сразу же порвала свои предыдущие отношения. Многие, даже ее преподаватели, отговаривали девушку от поспешных решений. Педагог просил, «Люсенька, ты пожалеешь, еще рано, не надо, деточка». Но было поздно. Через 4 дня они уже жили вместе, а дипломный проект в институте она защищала уже беременной. Поженились они тогда, когда сыну Антону было уже 2 месяца. Брак длился 34 года, где последние 10 были настоящим испытанием на прочность для жены. Именно в эти годы у популярного артиста был роман с Мариной Зудиной, которая в то время была его студенткой. При этом семью оставлять Олег не хотел. Находясь в браке с Топаковым, Людмила Ивановна была сосредоточена на доме и детях. Несмотря на то, что она продолжала сниматься в кино, актриса не имела особенных амбиций. Ее смыслом жизни была забота о муже и детях. Через некоторое время она и вовсе исчезла с экранов. Мир Крыловой был разрушен, когда она узнала об измене мужа. Его поступок она восприняла как предательство. Понятие, которое она считает намного более глубоким, чем обычная измена. А решение Табакова о разводе и вовсе разрушило дружную когда-то семью. Даже дети долгое время не готовы были общаться со своим известным отцом и оставили свои актерские профессии. Людмила Ивановна же не смогла простить бывшего возлюбленного до самой его кончины. Сама женщина не любит давать интервью и особенно говорить на эту болезненную тему. Но ее сын Антон неоднократно утверждал, какой тяжелой трагедией стало для Крыловой предательство мужа. Она никогда больше не была замужем и всю свою жизнь сосредоточила на детях и внуках. Но тут ее снова ждал удар. Дочь Александра со временем от нее отдалилась, а потом и вовсе прервала общение. Людмила очень болезненно пережила свою женскую трагедию. И даже после смерти бывшего мужа не пришла на прощание. Через месяц Людмиле Ивановне будет 82 года. Она говорит, что счастлива в этой жизни. У нее чудесные дети, внуки и друзья, которых она очень любит. И несмотря на возраст, она до сих пор играет на сцене родного современника, участвуя в спектаклях «Время женщины» и «Крутой маршрут». Цитата. «Сколько лет я живу без мужа, ни о чем не жалею, не страдаю от одиночества. У меня ничего не изменилось и друзья остались со мной, а также мои замечательные дети и внуки. Летом уезжаю в деревню, люблю лес, грибы и природу. Я счастлива, что судьба подарила мне такую жизнь». Именно так рассказала она в недавнем интервью. Если вы помните эту замечательную актрису, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!